Здравствуйте и позвольте разжечь. Сегодня 31 мая 2013 года мы подводим политические итоги уходящего мая. Сегодня мы разговариваем на эту тему с президентом фонда Индем Георгием Сатаровым. Здравствуйте, Георгий Александрович. Добрый день. Первый вопрос. 5 и 6 мая 2013 года состоялись две акции под общим лозунгом «Свободу узникам 6 мая». Как вы считаете, эти акции были успешные или все-таки в них уже нет никакого смысла? Вы знаете, социальная жизнь так сложна, что заранее говорить, что в чем-то нет смысла абсолютно бессмысленно. И уж точно 6 мая это абсолютно явно показало. Ведь давайте вспомним год с 6 мая до 6 мая. Это омерзительная провокация в 2012 году. Просто массовое избиение людей. Это запугивание в течение всего этого года. Причем стратегия была совершенно очевидна, что абсолютно не важно, что ты делал на площади. Ты пришел на разрешенный митинг и шествие, и этим ты уже виноват перед режимом. И вот это они хотели показать. И 6 мая вытаскивая людей просто произвольно. И сейчас судят абсолютно произвольно людей. Но 6 мая 2013 года показалось, что не испугались и пришли. Я напомню характерную цифру, которая оперирует МВД 6 мая 2012 года. Они в отчете показали 8000. Спустя год они показали те же 8000. Ни одну, ни две, ни три, а те же 8000. Если сделать разумное предположение, что коэффициент лжи сохранился, то это значит и пришло не меньше. Несмотря на запугивание. И это важно. А 5 мая тоже состоялась акция, на мой взгляд, неудачная акция, которая породила или наоборот, ну скажем так, внесла раскол. Возможно раскол в стан оппозиции. Как вы ее оцениваете? Получилось так, что стали между собой как бы даже враждовать координационный совет и экспертный совет оппозиции. Каким образом можно добиться их примирения? Ну, вы знаете, вот эти две акции, они характеризуют не протест, а они характеризуют оппозицию. Нужно эти два явления различать. Протест это некое современное социальное явление. Пока вот довольно небольшом слое граждан, но уже во всяком случае ощутимым. И с этим протестом власть считается, очень своеобразно считается, но считается. Оппозиция это, с одной стороны, такая организованная часть этого протеста, статусная организованная часть этого протеста, и там есть свои проблемы. Эти проблемы связаны прежде всего с тем, что оппозиция немножко отстала от протеста. Протест стал другим за эти 20 лет, а оппозиция свои, традиционные качества нашей оппозиции сохранила, в том числе неумение договариваться, в том числе привычку толкаться локтями и драться за оппозицию флага. Вы имеете в виду лидеров оппозиции или каких-то отдельных? И лидеров, и отдельные организационные структуры. Ну как, это же все взаимосвязано, поскольку организации состоят из людей, и тут никуда не денешься. А не может так получиться, что люди просто скажут, чума на оба ваших дома? Может. Может. И довольно понятно, когда это случится. Если оппозиция не придет в себя и не поймет, что она живет уже в 2013 году, а не 15 годами раньше. Это, безусловно, на мой взгляд, московские выборы в 2014 году. Если оппозиция будет вести себя адекватно и времени, и этому протесту, и задачам, и этой крайне важной бифуркационной точке вот эти выборы, то она может победить и может остаться. Если она будет такой, какой она пока остается сейчас, то ее сметут. Для меня это бесспорно. Теперь такой вопрос. В мае 2013 года власть обозначила, на мой взгляд, очень важные две точки. Это случай с Денисом Курайши, когда буквально взяли его детей как заложников. То есть это характеризует власть как террористов. Они фактически себя приравняли к тем, кто взял заложников в Беслане. И вторая точка – это то, что произошло с Вадимом Коровиным, когда он не уступил дорогу заместителю министра внутренних дел господину Кирьянову. И сейчас Вадима Коровина закрыли. Завтра будут его судить. Фактически это был такой месседж власти. Делайте, что хотите, но не трогайте нашу опричнину. Юрий Александрович, что делать обществу в связи с таким расчехлением власти? Вы знаете, я давно зарекся давать обществу советы. Я могу как эксперт делиться своим пониманием ситуации, своими оценками. Но говорить, что делать абсолютно бессмысленно, особенно обществу. Оно всегда на два порядка умнее любого наперед заданного эксперта, даже меня. Тогда поделитесь своими оценками. На самом деле идет совершенно нормальный процесс в этом протесте. Он ищет разные возможности. Это много людей с большим числом предпочтений, талантов и прочее. Они эти возможности ищут самыми разными способами. Кто просто выходит на митинги, кто ловит их пресловутые диссертации, кто опубликует информацию об их недвижимости и так далее, и так далее. Да просто на самом деле, когда люди начинают тушить пожар вместо власти, это уже форма протеста, потому что это демонстрация власти, что она непригодна. И она это чувствует на самом деле. Поэтому они не любят волонтеров, поэтому они стараются их зарегулировать и так далее, и так далее. Видите ли, просто уже идет процесс совершенно очевидный и серьезного нарастания недовольства режимом, недовольства конкретным Путиным. Просто не все дозрели до активных действий. Но это как зараза будет распространяться. Сейчас уже пошла эпидемия недовольства. Она когда-то перевалила вот эту социологическую пороговую точку 17 процентов, с которой начинается недовольство. Ну и я думаю, что в Москве не за горами время, когда 17 процентов перевалит, активная форма выражения протеста, и тогда мало не покажется. А потом это начнет распространяться по России. Ну вот практика таких акций типа там искать эти фальшивые диссертации, она уже пошла по регионам, как мы знаем, и это будет продолжаться. Поэтому что там давать советы? Люди уже все делают и будут делать дальше, изобретать новые способы. Еще одна важная тема – это наезд власти на НКО. Почему власть это делает? Какова цель? Зачем? И к чему приведет? Ну, цель очень простая. Она реализует свою стратегическую линию, которую она начала, кстати, в нулевом году. Ну, тогда начали с региональных баронов, как они их называли. Они сказали, вот мы будем бороться с коррупцией, произволом региональных баронов. И подмяли Совет Федерации. Удалили их оттуда и стали туда за бабло засовывать нужных людей. А параллельно они занялись СМИ, потом бизнесом и так далее. Это стратегическая линия на уничтожение любой автономии, любой независимости. Вот эта вертикаль власти, которая есть, по сути, ну, просто такая клика по эксплуатации и распределению ренты, она может какое-то время существовать только в выжженном пространстве, когда нет ничего независимого. А общество – это самое страшное для них, потому что оно непонятным образом организовано, оно непонятным образом функционирует, им непонятны их мотивы, оно реально непредсказуемо. И это самый страшный враг на самом деле. Они долго к нему подбирались. Они сначала хотели его просто обаять, потом купить, потом шельмовать в 2005 году, и теперь снова вернулись к этой теме. Это самый страшный для них враг. И они недооценивают, насколько он страшный, потому что, в общем-то, жизнь показывает, что оно непобедимо. И еще один вопрос. Продолжается суд над Алексеем Навальным. Вы наверняка следите за этим процессом. Да, конечно. Объясните, пожалуйста, в чем смысл, чего они добиваются? Ну, они добиваются нескольких вещей. Ну, первое, это то, что они делают самыми разными способами, вот в том числе с этой компанией, с иностранными агентами, это скомпрометировать. То ли он украл ложечку, то ли у него украли, но осадок остался, что называется. Это первое. Чем бы это ни кончилось, у кого-то этот осадок останется. Второе, если получится, ну, хотя бы в мягком варианте снять его с пробега, ну, если он получит условный срок, например, то он уже будет лишен гражданских прав, он будет лишен пассивного избирательного права, не сможет избираться. Ну, и, конечно, многим было бы желательно его засадить по полной программе, но чтобы неповадно было, это другая часть их инструментария, это запугивание. И последний вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, отставку Владислава Суркова, этого идеолога суверенной демократии. Больше не нужна суверенная демократия? Мы пришли к беспримесной диктатуре? Ну, я давно называю этот режим диктатурой, просто это диктатура 21 века, это диктатура более открытого мира, это диктатура информационной цивилизации и так далее, и так далее. Она, конечно, не похожа на диктатуры конца 19-го или середины 20-го века, это очевидно совершенно. Поэтому, ну, да, пришли. В общем-то, время изменилось, политический режим изменился, и меняется типаж людей, его уход абсолютно естественный. Он, ну, из другой стилистики, из других технологий. Они мне также ненавистны, как нынешние, потому что, в общем, то, что они делали, они развращали целый народ и молодежь в первую очередь. Я благодарю вас, Георгий Александрович, за исчерпывающие ответы. Итак, Сурковы приходят и уходят, равно как и Путины. А народ остается, самое главное, не забывать, что вы, граждане. Смотрите «Политвестник». Субтитры создавал DimaTorzok